В доме в первом осеннем переулке продолжается разбор завалов. Спасатели почти полностью очистили 8-9 этажи первого подъезда, где произошел взрыв. Скоро разрушенные квартиры будут готовы к демонтажу. Также сотрудники МЧС продолжают выносить из дома разрушенную мебель и строительный мусор. Из 108 квартир дома пострадали практически все. Акты о разрушениях составлены по 105, 3 не пострадали. В 73-х квартирах сохранено все имущество первой необходимости. В 32-х она утрачена полностью или частично. Завершить восстановительные работы должны к 7 ноября. Напомним, что 28 октября жители второго подъезда вернулись в свои квартиры. Некоторые из них уже ночевали дома. Но радость возвращения разделяют не все. Я не вернулась. Я просто жду, когда мне ремонт сделают, а поменяют в трубах там пайпасы какие-то. Я ухожу. Я пока не возвращаюсь. Когда я увижу, что там нет ни трещин, ничего, никуда он не идет, не едет, тогда я вернусь. Это какой пример для вас в промежутке времени? Да, может, целый год будет стоять. Опасения жителей легко понять. Пока видимых повреждений в подъездах нет. Но люди боятся, через год-два в доме могут появиться новые трещины. Стоит отметить, что сегодня должны завершиться выплаты пострадавшим. Из 99 человек компенсации пока не получили лишь 6. Родственникам семей погибших уже выплачено по 1 миллиону рублей. Всего из бюджета на выплаты пострадавшим потратили более 18 миллионов рублей. Субтитры создавал DimaTorzok